Дорогие друзья, добрый день. У нас сегодня, я считаю, очень интересный эфир для вас, потому что у нас в гостях Дарья Казанцева. Добрый день. Прежде всего, мы познакомились в британской школе дизайна, в высшей британской школе дизайна, где Дарья является куратором огромного количества различных образовательных программ и проектов. Плюс еще вы организовали и развиваете свой собственный проект, такой как образовательный проект, и дизайнер интерьера стилист, и постоянный, и переводчик известных дизайнеров, когда они приезжают на выставки, то есть в онлайн, в таком режиме. И постоянный путешественник, и желающий самообразовываться. То есть я, поскольку мы общаемся с вами давно, я, конечно, присутствую в вашем бытие, как наблюдатель, не только, как в некоторых случаях коллега, когда участвую в ваших образовательных проектах. Я удивляюсь вообще, как возможно успевать с ним, и преподавать, и разрабатывать программы, и декорировать, и учиться, и путешествовать. Как вообще возможно все? Иногда я сама задаюсь вопросом, как все успеть, и есть такое выражение one step in a time, понемножку, по чуть-чуть, по шажку за раз, и, в принципе, при граммах распределения времени все получается. Когда-то больше одного, когда-то больше другого. Например, буквально несколько дней назад у меня закончились интенсивы, как раз, Анну, вы продавали на них как раз в британке, британской школе дизайна, и я занималась эти 15 дней только интенсивами. До этого, в начале января, у меня было две съемки, я выступала в качестве стилиста, соответственно, я занималась этими съемками. Сейчас у меня есть совсем небольшой перерыв перед преподаванием, перед началом нового семестра британской школы дизайна, и перед началом весенних программ в моей школе. И вот я рассказывала Анне перед эфиром, что я пошла учиться в школу флористики, чтобы получить дополнительное знание. То есть это как-то все балансируется, когда-то побольше одного, когда-то побольше другого, когда-то есть возможность выделить 100% времени на учебу, на путешествия, которые я тоже приравниваю к обучению, когда-то это только работа. Даша, скажите, пожалуйста, современный дизайнер, его образование, вообще какое оно должно быть сейчас? Помимо базовых образований, которые существуют у нас, матеры, от образований таких, как у нас Дрогановская академия, например. Вот сейчас британская школа дизайна, к большому удовольствию, вспоминаю свою школу деталей, где достаточно долго уже преподаю, уже 13 лет. Что такое современное дизайнерское образование? Вообще, какое? Ну, естественно, мархи, это, конечно, это не дизайнеры, это архитекторы, это отдельная вообще, такая прияда. То есть если мы не берем только базовое образование, что помимо этого? Кстати, вообще, в принципе, как оно должно быть? Потому что в базовом образовании не существуют свои собственные программы, которые утверждены Министерством образования, и они достаточно консервативны в своем воплощении. И мне кажется, кстати, что это неплохо, потому что должна быть база, и очень важно, чтобы она была максимально качественной. То есть какой-то фундамент, на который каждый уже будет настраивать что-то свое. И я действительно считаю, что то, что может быть, будет казаться неким пережитком, разрядом рисунок, макетирование и так далее, я не считаю абсолютно, что это какой-то пережиток, или это что-то лишнее. И действительно считаю, что фундаментальное образование должно быть фундаментальным и должно давать совершенно разные навыки. Возвращаясь к вопросу, каким должно быть дизайнерское образование, мне кажется, что здесь есть две ветви. Первая – это практика, работа. Работать надо абсолютно разными проектами, с абсолютно разными заказчиками, на разном уровне сложности. Не бояться, не отказываться и не уходить в состояние вечного студента. Потому что очень часто бывает, что даже закончившие прекрасный вуз люди с хорошими результатами, они боятся начинать работать, они постоянно повышают свою квалификацию, потому что они думают, что вот им нужно еще что-то. Доучиться. Да, доучиться, и вот тогда уже они смогут работать. Нет, начинать работать надо сразу. Важно вот в эти образовательные дебри не уходить. А второе, на мой взгляд, такое направление – это самообразование. И здесь, опять же, я бы сделала два ответвления. Во-первых, действительно самостоятельно, то есть чтение книг, чтение блогов, поездки на выставки, поездки в архитектурные дизайн-туры, как организованные, так и организованные самостоятельно. И второе ответвление – это принятие опыта, мастер-классы, краткосрочные программы на более узкие темы, возможно, на те темы, которые невозможно было осветить в рамках базового образования, равначального образования. Дарья, вы недавно учились за границей? Не единожды. Не единожды. Когда у вас последние были образовательные проекты, мне всегда очень интересовало, чем образование, допустим, на тех же мастер-классах или на тех же коротких образовательных проектах отличается от нашего качества подхода, теория-практика или как это все происходит? На мой взгляд, основных отличий три. И это то, что выделила бы я, и то, ради чего я бы посоветовала каждому абсолютно съездить хотя бы раз и поучиться. Первое – это то, что вас учат совершенно по-другому глядеть, смотреть на свою работу, норму взгляда на свою работу, умение ее презентовать. То есть учат замечать, подмечать малейшие нюансы вашего выбора, вашей мысли, какой ход был у вашей мысли, почему придумали мы так. Учат это подмечать и учат это презентовать заказчику. И это сразу же повышает и в ваших глазах, и в глазах заказчика статус того, что вы сделали. Не важно, что это почеркушка на бумаге или полный дизайн-проект, они учат ценить свою идею, понимать, откуда она взята и презентовать ее, доносить ее. То есть идея – это первое, как некий посыл, так называемый мутбор, до которой сейчас появляются, или некий визуализационный картин, визуализации. То есть таким образом идея вообще не важна. То есть именно учат понимать, откуда взялась идея и объяснять ее. Не просто вот я придумал и откуда-то мне пришло. Они учат придавать смысл тому, что в принципе в голове у дизайнера, как у творческого человека, это рождается. И самый важный момент – это вторая часть – презентовать эту идею. То есть они учат ценить то, что есть у себя в голове и умеют доносить эту ценность до заказчиков. И это, я считаю, первое и основное, потому что побывав просто на куче показов студентов и на защиту диплома, я очень часто слышу такое, что либо идет критика, то здесь мы не доделались, здесь нам хотелось по-другому и так далее, и так далее. Я думаю, вы тоже это слышали и видели. Знаете, вот там это пресекается очень четко. И второе – это действительно иногда человек не может объяснить свою работу, и ему кажется, что достаточно картинки. Какой бы прекрасной картинкой ни была, если она дополнена словами с описанием вашей идеи, это еще один слой, это еще один уровень, это то, что может условно в кавычках продать вас и вашу идею заказчику. Это очень большая ценность. Второе – текст очень важный. Да, очень важный текст. Это очень важно уметь говорить о своей работе, говорить с гордостью и сознанием, и с осознанием ценностей, пониманием того, что вы как творческий человек можете это придумать, а ваш заказчик, скорее всего, нет. И вот это вот умение себя ценить и доносить это – это одно из важнейших, и как-то это настолько быстро интегрируется. То есть буквально к вечеру первого дня все уже презентуют, гордятся и так далее. Вторая ценность – это умение видеть. То есть люди, выросшие в красоте и привыкшие к красоте, они умеют это передать другим. И я всегда езжу учиться не просто с целью получить знания, но и с целью перенять какие-то преподавательские методики, посмотреть на схему обучения и постараться то же самое использовать в отношении моих студентов. И я понимаю, что это очень сложно. Вот это вот умение видеть во всем – источник идеи. И этому тоже учат. Этому учат. Этому учат. Этому учат. Непонятно, как они это мучат, но они это мучат. Это правда открывается, действительно. Ну и, наверное, третье. И это есть и в России, этого много, но, возможно, не повсеместно. Это просто безумная страсть к тому, чем занимаешься. И это настолько сквозит из преподавателей, из лектора, что этим невольно заражаешься. И даже если это не совсем твоя сфера или это какой-то смежный предмет, настолько из человека идет эта энергия, страсть, влюбленность, посыл, что сразу хочется попробовать и сразу думаешь, что же там за этой дверкой, чего ты еще не знаешь и сколько еще можно научиться. То есть они умеют заразить и влюбить. И это тоже огромное. А как туда можно попасть? Для простого смертного, с какого-нибудь города? Каким образом он может поехать и попасть на подобные курсы? Где вы знаете об обучении? Я курирую, если можно так сказать, ведущие вузы. Это Parsons School of Design, London College of Art. И я периодически также захожу на странички своих любимых дизайнеров, потому что очень часто они устраивают мастер-классы. Может быть, не очень часто, но периодически это есть. Вот, скажем, моя последняя поездка в Лондон как раз совмещала обучение четырехдневных, короткое, на интенсиве в London College of Art и мастер-класс однодневный у дизайнера Абигей Лахер. У нее дома. И о том, и о другом я узнала из интернета. Записаться абсолютно нет никакой проблемы. На короткие программы даже в ведущие университеты не нужно никакой специальной подготовки. То есть вы действительно можете просто подать заявление, оплатить учебу, этот визу и поехать. Обучение стоит в районе 600 фунтов. Ну, за четыре дня. Да, за четыре дня. Я не помню точных цен, но это в районе 600 фунтов. Да, мне кажется, что это прекрасное вложение, да, абсолютно доступное. А если еще расширить немножечко свою поездку, как мы понимаем, это только стоимость обучения. То есть отдельный билет, визу, проживание и так далее. Но зато не нужны никакие материалы. Они все предоставляют. Это очень большой плюс, потому что я, честно говоря, ехали с отдельным бюджетом на материалы, но он мне не понадобился. И если немножко расширить свою поездку по дням, то можно очень много посмотреть. Это будет, конечно, дополнительно бонус. Да, музеи, выставки, магазины, шоу-румы и так далее. Единственный только момент, который, я так думаю, что возник у наших слушателей. Говорить-то как там? Там же они по-английски говорят. Причем они говорят мало то, что по-английски, так они еще говорят на профессиональном английском, на простом, на разговорном. И здесь возникает вопрос, где мы им можем научиться? Это так вот мягко под вашим... Знаю очень некоторые особенности вашей биографии. На самом деле я переводчик по первому образованию. И первый бюджет, который закончил мою факультет, это факультет на сторонах языков. Английский я знаю очень хорошо. Я бы училась с трех с половиной лет, как только меня отдали в садик. У нас был специализированный сад. Но я могу сказать честно, что когда я перешла в свой дизайн интерьера, я в дизайне уже 13 лет, я начала заказывать, когда исчерпались возможности российских книжных, я начала заказывать книжки на Амазоне, на английском языке, на интересующие меня темы. Я столкнулась с тем, что все мои знания языка, они, конечно, они мне помогают, но их совершенно не хватает. Я действительно, если посмотреть первые книги на языке, которые я читала, то они просто все идут межстрочным, еще дополнительным шрифтом, потому что я подписывала каждое второе слово. Очень много полагательных, очень много описаний, очень много терминов, которые я могу знать на русском, а иногда и нет, потому что действительно более подробные книги сурбежных авторов. И я просто... для меня целый новый мир открылся, профессионального английского. И, безусловно, когда вы едете учиться, нужно знать язык на хорошем уровне, и Б, он хотя бы немножко должен быть специализированный. Более того, я могу сказать, что не все это может помочь, потому что, скажем, когда я была на мастер-классе Абиги Лахерн, у нее очень много, скажем так, жаргонизмов, организмов, да, то есть такого профессионального сленга, профессиональной лексики, сокращений. Ну, мы тоже используем какие-то сокращения, вот наши терминологии привычны нам, только это не прописано в учебниках. Ну, да, это как сленг такого профессионального общества, который закрыт и который не используется даже в общении, кроме как общение. Да, 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 как общение с профессионалами. И иногда сталкиваешься с ситуацией, что действительно ее не понимали даже носителя. То есть в каких-то моментах можно тогда просто уточнить, а что вы имеете в виду? Они останавливали, просили повторить, объяснить и так далее. То есть язык действительно очень нужен. Даша, вы же ведете образовательные. Я веду, да. И вот некоторое время назад я подумала, что надо всех спасать. И я разработала курс исключительно по английскому для дизайнеров, для декораторов, чтобы иметь возможность в первую очередь читать книги, потому что я считаю, что это нескончаемый источник информации и знаний. Сейчас очень много образовательных роликов на YouTube. От ведущих дизайнеров действительно можно поучиться у десятки лучших дизайнеров мира. И они делятся своим опытом не только в дизайне интерьера, по работе с клиентами, по образованию дизайн-бюро, по ценообразованию и так далее. Это все на языке. Ну и, конечно же, возможность есть поучиться, перенять опыт, получить новые знания, получить порцию вдохновения. Поэтому, да, у нас есть... То есть он стартует вот-вот? Он стартует вот-вот. Что можно еще услышать? 15 февраля у нас онлайн-программа и есть возможность индивидуальных занятий. Вы можете посмотреть, я же могу назвать сайт. Ну, конечно. На сайте interiorschool.ru. Я думаю, что это наша аудитория. Я подогреваю. Да, хорошо. Спасибо. Ну, во-первых, он, конечно, идет еще в вашем превью, в данном интерьере. То есть это как есть такая аннотация к вашей биографии. И так, значит, что дизайнеры должны знать? Язык. Почему? Потому что это самообразование. Это раз. Хотя в английский. Да, вот, кстати, еще хотела встать по поводу образования на выставках, особенно зарубежных. Это потрясающая образовательная программа о том же Мезон Абже, лекции ведущих, декораторов, дизайнеров, транспортинговых агентств и так далее. И все это, безусловно, на языке. Это тоже такой дополнительный слой образования. И они, кстати, бесплатные, скажешь. Они абсолютно бесплатные. Да, они абсолютно бесплатные. Это одни из моих самых полезных лекций, которые я посещала за всю свою жизнь. Это именно бесплатные лекции на выставках, на зарубежных выставках. Ну, опять. Язык. Язык. Искусство не едини. Как? Я считаю, что да. Потому что, конечно же, история архитектуры, история дизайна, которую читают в вузах дизайна интерьера по архитектуре на факультетах, это очень важно. И без этого совершенно никуда. Но без знания именно истории искусств более глубоко, более основательно, более расширенной. Да, декоративно, прикладная живопись и так далее. Мне кажется. Я думаю, что здесь есть возможность без знания языка, без самообразования, без самообразования, достаточно большое количество ресурсов и книги, и образовательные передачи, и фильмы, и музеи. То есть мы можем постоянно заниматься самообразованием, ходить в музей, читать, смотреть. Очень интересное новое направление. Можно говорить о психологии, и работе с заказчиком, различные тренинги, бизнес-проекты и так далее, и юриспруденция для того, чтобы сохранять наши авторские права. Тем более у нас сейчас предметный дизайн входит все больше и больше в силу, поэтому об авторских правах мы будем задумываться все чаще и чаще. Что-то я хотела бы спросить. А, ну так, где можно получить книги, курсы, да, онлайн разные образовательные вещи. Так, с поездки, безусловно. Вопрос. Дарья, каким образом вы создаете новый курс? У вас огромное количество образовательных программ. Это по какому принципу? По принципу запроса от аудитории? По принципу отсутствия этой темы вообще в доступе на том же интернете? Или это интерес этой темы? Здесь, наверное, всего по чуть-чуть. В первую очередь, наверное, от боли, то есть от потребности в том или ином вопросе. Я помню, что когда я курировала самую первую интенсивную британскую школу дизайна, это было много лет назад, у нас был бизнес-день, как я его называла, и выяснилось, что почти третья аудитория пришла ради этого бизнес-дня. То есть я проводила опросы, я разговаривала, я поняла потребность именно освещения бизнес-аспектов исключительно с точки зрения дизайнеров, потому что очень много курсов, очень много тренингов, но они нацелены. На менеджеров, на продавцов, на тех, кто стартует свой бизнес, не связан с дизайном, на фрилансера, на дизайнера, они не ориентированы, и творческому человеку сложно. То же самое, я очень много пишу про книги, которые я читаю, и самый частый вопрос, это она на английском. И, конечно же, она на английском, потому что у нас очень мало переводного материала. А может быть переводительный? Я думаю, следующий этап. Ну что нет? Это очень такая сложная, монотонная работа, мне кажется, не с моим темпераментом. Соответственно, у меня возник вопрос, почему бы не сделать курс исключительно по дизайн-английскому. Поэтому идея программы, курса, мастер-класса, она в 70-80% случаев рождается из потребностей, которые я замечаю. Ну и дальше, конечно же, интерес к теме мой должен быть обязательным. И знания. Еще интересная очень была работа, когда после съемки очередного проекта своего, я приезжаю на интенсив организованной британской школы дизайна по стилизму интерьера и вижу наших мэтров-фотографов. Это была удивительная ситуация, когда фактически идет вот такой обратный образовательный процесс. То есть создается необходимый, ну действительно это потребность, но действительно все проекты нужно снимать, презентовать, публиковать в известных изданиях. Но при этом, как правило, дизайнер уходит достаточно с голого интерьера, не обжитого интерьера. Весь возникает, как же мы будем снимать голые стены, как мы будем снимать практически только пустые мебельные группы, не обжитые. И тут возникает стилист, возникает тот человек, который может из пустого пространства, где еще заказчик не обитал, создать красивую, приятную картинку. Есть особенности, в принципе, правильного отформирования вот этой визуальной картинки? Безусловно. Безусловно. Более того, я могу сказать, что у нас тема мало пока еще разработана, тоже абсолютно новый рынок. Вот как раз курс, о котором вы говорите, был прошлой зимой, он был самый первый. Тема интерьерного стайлинга я развиваю почти пять лет. И я все время включала маленькую лекцию в курс у декораторов, в курс у дизайнеров, как снимать свой интерьер, как его готовить к съемке. И вот, наконец-то, мы запустили курс. Действительно, на первой программе у нас учились знаменитые фотографы. И очень ответственно. Да. Боже мой, чего же их можно обучить? Ну да, композиции. Ну, это вот, это касалось моей моей. Да. И вот сейчас, на второй раз, действительно, есть ряд особенностей. Взгляд дизайнера и взгляд стилиста. Натериер немножко разный, потому что стилист, он знает требования журналов, он знает, как должно выглядеть помещение для съемки. Он может по-новому взглянуть на интерьер. И более того, если, как вы сказали, интерьер немножко недоработан по разным причинам. А вот, например, последний интерьер, который я снимала в качестве стилиста, там не хватало буквально половины мебели. То есть из мебели там была только кухня, стол и кровать. Диваны, кресла, столики, стулья и так далее, этого ничего не было. Ну, так случилось, да. И мы все это привозили, не считая искусства, декора, флористики и так далее. Он может взглянуть на интерьер по-новому, на, может быть, где-то недоработанный. Либо доработанный, но не так изначально задумывал дизайнер, потому что, опять же, заказчики передумали бы, чего-то не хватило и так далее, и так далее. Он может немножечко увести эту историю к чему-то, по желанию дизайнера, более трендовому, более современному, если есть классика. Наоборот, увести во что-то более многослойное, классическое и так далее, и так далее. И, безусловно, работать с фотографом, чтобы устраивать кадры, потому что то, как все смотрится в реальности, и то, как все выглядит в графе, это совершенно разные вещи. Да, поэтому, мне кажется, что это тоже такая область очень интересная, область набирающая обороты и ниши, в которой пока еще очень свободны. Даш, можете дать несколько советов, если нашим дизайнерам, которые работают сами, сам себе стилист, как справиться со своим пространством, когда которого ты знаешь уже просто как облуплено, и не можешь взглянуть заново иначе на свой интерьер с точки зрения именно фотографии. То есть, вот чуть-чуть немножечко изменить свой взгляд, и как им помочь сейчас, в данный момент, без образования. Я думаю, что многие, конечно, хотят приехать на стилизм интерьера, на ваши занятия, но вот завтра нужно снимать. Какие-то вот завтра нужно снимать, не секретно. Сегодня мы берем в руки айфон, либо другой, любой смартфон, либо камеру и снимаем. Снимаем и смотрим на свой интерьер не вживую, а на кадрах. И смотрим, где чего не хватает. Где пустые углы, где пустые стены. А дальше определяемся, нужен ли нам этот угол. Мы его снимаем, важен ли нам этот ракурс. И если да, то мы думаем, чем этот угол заполнить, чем эту стену заполнить и так далее. То есть пытаемся смотреть глазами фотографа. И сразу же хочу сделать такую ремарку. Если вы снимаете свой интерьер сами, без стилиста, помните о том, что хотя бы один профессионал на площадке должен быть. И если выбирать, то пусть лучше будет профессиональный фотограф. Фотограф, который уже до этого снимал интерьеры. Не просто профессиональный фотограф с прекрасной камерой, а именно фотограф, который снимал интерьеры. Значит, первое мы смотрим страненную глазами фотографа. Второе. Это мы немножечко с запасом подбираем декор и подбираем искусство. Готовясь к тому, что возможно в кадре интерьер будет смотреться более пустым по декору, чем он смотрится в реальности. То есть иногда стилист перезаполняет кадр, передекорирует. Так не нужно для жизни, но это нужно для съемки, это нужно для кадра. Дальше. Мы смотрим журналы, смотрим требования, анализируем, что есть. В частности, я думаю, что все об этом знают. Могутон включает свет. Мы никогда не снимаем при искусственном освещении, мы снимаем при естественном освещении. Постарайтесь интегрировать какие-то интересные предметы, уникальные предметы. Это может быть ручная керамика, что сейчас невероятный тренд. Это могут быть предметы искусства, это могут быть скульптуры. Это могут быть какие-то взятые на прокат винтажные антикварные вещи, пусть даже небольшие. То, чем ваш интерьер сможет выделиться и отличиться. Ну и, наверное, такой технический момент, чем раньше вы будете на площадке, а именно в квартире, которая будет снимать, тем лучше. Потому что съемка занимает гораздо больше времени, чем вы думаете. И к тому моменту, как приходит фотограф, у вас должно быть полностью стилизовано, подготовлено, декорировано хотя бы однокомнатно. Наверное, такие самые общие... Ну, они очень полезные. Очень полезные. И мне кажется, я думаю, что под запись. Мы записали, что мы делали изначально. Можно отличить стилизованный интерьер и нежилой. Вот так вот. Когда мы видим хорошие здания западные, такое ощущение, что они живые абсолютно. Бывает так, что ты смотришь на наши журналы, понимаешь, что стилист был, что вот эту вот всю красоту убрать, включая живопись, потрясающие работы, которые стоят, как правило, а не повешенные, если они там не живут, то интерьер потеряет свои визуальные качества. Да. Как сделать так, чтобы, наверное, чтобы он был как живой? Вот есть какие-то такие профессиональные моменты? И именно стилист, чтобы так и сделал? А вот создать иллюзию, или это очень сложно? Мне кажется, что, конечно, нужно развивать дизайнеров так, чтобы они занимались вазочками, цветочками, штучками и так далее. Мне кажется, в том случае, когда при взгляде на интерьер возникает мысль, что если убрать весь декор от интерьера, ничего не останется, то в этом случае можно только похвалить стилиста, потому что он хорошо бы работал. И, соответственно, задуматься дизайнеру, что нужно сделать, чтобы интерьер был сам по себе, наполненным, самоценным. Потому что, действительно, даже искусство, а я год училась подбирать искусство в интерьер, иногда заметно, что оно подобрано, картина подобрана под интерьер, а не интерьер выстроен вокруг искусства, и каждый цвет в обоях, в краске, в обивке перекликается с тем, что появляется в картине. Вообще-то нужно быть наоборот. Да, а должно быть, ну, скажем так, наоборот. То есть очень часто видно действительно, что это привнесенный элемент, но с этим уже ничего не поделаешь. По поводу вот этого ощущения легкости и того, что интерьер именно жилой, да, есть некие приемы, ну, скажем, не выставлять все по линеечке, да, создавать такое некое ощущение приглашающего кадра, приоткрывать двери, бросать пледы, сбивать подушки, например, сейчас очень модно. Ну, мне кажется, это... Вы имеете в виду постельное бедо? Да, да. То есть не застилать идеально кровать, может быть, оно не будет смято. То есть, мне кажется, должна быть грань между некой натуральностью и реализмом, да, когда какие-то, не знаю, там, вещи в углах валяются, тогда это должна быть некий баланс должен быть. Ну, безусловно, есть приемы, которым можно создать ощущение более обжитого интерьера, разномастные книги, более небрежно брошенный текстиль, какие-то присутствия сервировки, еды, естественная флористика, то есть не выуверенная или освадебная букета, более легкая симметричная композиция какими-то вот такими нюансами. Но я понимаю сейчас, да, это же безумный труд для того, чтобы сделать вообще вот такое вот ощущение жилого пространства. Ну, а работа стильства сложная. Я так понимаю, что это и плюс еще ваша основная работа, то есть вы берете как проекты под декорирование, под обжитие или нет? В основном практика стайлинг. Нет, это, нет, нет, я, я помимо всей образовательной деятельности, практика у меня сейчас это преимущественно стайлинг, то есть я как раз беру проекты как стилист именно для съемки. Проект по декорированию, даже консультирование именно по интерьеру, скажем так, для частных лиц, для частных заказчиков, это редкость, у меня не всегда хватает на это времени, я очень в этом плане, да, это довольно сложно, это интересно, но сложно. То есть на это не всегда хватает ресурсов и времени, но вот образование и стайлинг это два таких моих основных направления на данный момент. Переводить пока не начало. Переводить пока не начало. Ну и у меня последний вопрос. Какие пожелания для нашей аудитории? У нас она очень обширна. Это не только Москва, Россия, это и страны бывшего Союза, и, по-моему, Израиль тоже, да, и Германия подключается. Что вы можете пожелать? Русскоязычная аудитория нашим дизайнерам, нашим творческим лицам. В первую очередь, есть как можно больше, как можно чаще. Вот все возможные ресурсы, временные финансовые силы, эмоции — это поездки, потому что поездки — это не только образование, поездки — это впечатление, поездки — это энергия, поездки — это новый взгляд, это кусочек нового чужого мира, который вы интегрируете в свой, который вы привозите с собой, и это то, что действительно может изменить и направление вашей работы, ваш взгляд на творчество, и ваш подход к ведению работы, к ведению бизнеса, к взаимодействию с людьми. Это то, что может напитать силами, энергией. Ну и лично я очень люблю книги, помимо путешествий. Я советую начинать свою библиотеку по дизайну с самых-самых ранних времен, как только, если вы только начинаете учиться, или только начинаете заниматься дизайном, только входите в эту сферу, хотя бы завести себе привычку покупать по одной книге в месяц. Потому что это тоже тот багаж, если поездки — это багаж эмоций, знаний, впечатлений, то книги — это тот еще один фундамент, помимо образования, тот багаж, который будет все время с вами, к которому вы можете возвращаться, где вы можете искать вдохновение. Вот, наверное, такие. Профессиональную литературу или все, что касается эстетики, искусства, вообще всего понятия культуры? Я, в первую очередь, про литературу по дизайну интерьера, по декорированию. Конечно, альбомы по искусству тоже совершенно не будут лишними, но я бы начинала хотя бы с профессиональной, да, с библиотеки дизайнера. А нужны книжки, допустим, каких-то авторских дизайнеров, когда они уже создают свое портфолио, они выпускают их в качестве такого красивого иллюстративного альбома? Это отличный вопрос, и мне очень часто задают. Я отвечу так, если есть возможность в качестве места в доме и финансовое, я всегда за, потому что, скажем, в те же интерьеры Келли Хоппина я влюбилась, учитывая, когда у меня появилась ее первая книга. До этого я не очень понимала, когда я смотрела в интернете картинки, что же такое в этих интерьерах, но когда это напечатано на прекрасной бумаге, с пояснениями раскрывается это все совершенно по-другому. Поэтому я за любому, в том числе те, где почти нет текста. Если есть возможность, то да, то лучше да. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо. Я думаю, что... Артем, есть у нас какие-то вопросы от аудитории? Нет. Все внимательно слушали. Да, вот так наглялись, заряжались. Будем учиться видеть, учиться смотреть иначе на мир, впитывать, везде искать идеи, их выражать через текст и доказывать то, что те идеи, которые мы придумываем, формулируем, они самоценны. Вот это, мне кажется, это очень важный момент, который мы сегодня услышали. Приглашать стилистов, возрающихся стилистов, для того, чтобы свои интерьеры сначала хотя бы как минимум снять, а потом, я думаю, что когда ты работаешь профессиональным стилистом, то дизайнер тоже обогащается, потому что он видит те моменты, те детали, которые незаметны, может быть, когда ты постоянно работаешь с большими формами, и ты понимаешь, как меняется свой интерьер, начинает нравиться, и, может быть, некоторые дизайнеры будут заниматься и собственным декорированием интерьеров. Тогда уже стилистам, может быть, понадобится или не понадобится в качестве консультации, но, во всяком случае, будут доводить свой интерьер до стадии практически уже обжитого. Это вообще, конечно, идеал, наверное. Это, мне кажется, мечта. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, у нас пять минут, маленького перерыва я хочу подготовить стол для следующей темы. Мы будем с вами говорить о современной классике, о приемах и новых модных тенденциях в классическом интерьере. Так что не отключайтесь, буквально через пять минут мы продолжим нашу передачу. Спасибо за внимание. Через пять минут. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу с вами передачу. И сегодня она будет посвящена о современной классике в интерьере. Что это такое? Основные приемы и тенденции современности в декорировании в классическом стиле. Что это такое? Прежде всего, классических интерьеров у нас остается и будет оставаться, наверное, как мы рассчитывали, процентов 60 обязательно. Почему? Потому что понятие классический интерьер в нашем с вами обществе, в нашем с вами дизайнерском сообществе, это прежде всего статус, это прежде всего ощущение себя в роли иного совершенно качества, то есть человек себя ощущает практически на уровне аристократии. И бытие в классическом интерьере создает иллюзию самого себя в том, что ты чего-то достиг и демонстрируешь опять же перед своими коллегами, перед своими друзьями этот новый обеспеченный статус. В принципе, если мы будем говорить о классическом интерьере не как о статусе, а как истоках зарождения стиля, то, естественно, практически основой, наверное, классицизма в нашем с вами понимании это лежит такая точка отсчета для всех архитекторов, это архитектор Андрея Палладин, который очень плотно занимался изучением греческих, римских архитекторов, и его интересовало, конечно, очень витрую в свое время, и его трактаты известнейшие архитектов первых и т.н. э. его трактаты как 10 книг об архитектуре, где была практически очень подробно описана вся соразмерность и принципы архитектуры тех лет, и он на основании этих опытов выявил свои собственные идеи, свои собственные модули, свои собственные принципы проектирования, которые до сих пор являются теми основополагающими моментами, которые до сих пор служат нашим архитекторам в качестве образцов для подражания. И вот здесь на вашей картинке как раз представлена та самая точка отсчета в архитектуре, как она считается. Это вилла ротонда в Веченце, сделанная она была в 1566 году, и архитектор Андрея Палладио. Андрей, приключите на следующий пару стекла. Что мы там видим? Здесь уже сформулированы определенные принципы классической архитектуры. Прежде всего классицизм это, во-первых, это ордер. Это ордер архитектуры, и мы должны с вами это понимать, прежде всего, когда мы будем приступать к проектированию того или иного интерьера. А ордер это прежде всего соразмерность частей относительно целого, пропорциональность относительно целого. И, конечно, классический ордер, помимо того, что существуют определенные пропорциональные членения и соразмерности, существуют, опять же, некоторые организации пространства. Ну, например, в плане той же виллы ротонда четко видно, что, во-первых, это симметричная композиция, это использование правильных геометрических форм, это соподчинение главного объема относительно всех остальных объемов, то есть четкая иерархия пространства от друг друга, от главного к вторичному пространству. То есть существуют определенные законы, которые обязательны в таком понятии, как классический интерьер. И когда мы их нарушаем, то мы создаем не очень качественный продукт, но мы создаем не очень качественную в итоге работу. Давайте посмотрим дальше. С классическими интерьерами я работаю всегда, то есть каждый год. В той или иной степени следования традиций плодианства приходит архитектурное бюро и приносит очередной классический проект. И каждый раз существует определенное понимание того, как мы это будем делать. Во-первых, это встраивание всех текстильных элементов, даже с некими модными некоторое время назад тенденциями, допустим, использования, как вот в этом проекте. Он был в 2008 достаточно активных и ярких, нетипичных для классицизма цветов, но во всяком случае все текстильные элементы должны были быть встроены в существующий ордер и пропонционированы относительно существующего ордера. Это очень главные, важные моменты. Помимо того, что состав тканей, которые используются в подобных проектах, это, как правило, большое обилие бархатов, шелка, то есть традиционные фактуры, жаккарды и максимальное количество подлинных фактур. То есть имитация натуральных волокон, она возможна, почему? Потому что мы существуем в современном мире, но они должны быть очень тонко выверены, очень тонко подобраны, так, чтобы визуально эта имитация не пела от своей подделки. Давайте посмотрим дальше. Использование классических приемов в декорировании, таких, как разнообразное количество складок, таких, например, вот здесь, вот в этом проекте складка кубок или рюмки, то есть это закладывание достаточно большого количества тканей, это коэффициент сборки как минимум 2-2,5, то есть большое количество ткани мы не можем в классических интерьерах на ней экономить. Сочетание, деликатное сочетание орнаментов, то есть орнаменты должны иметь классическую основу под собой, если это флористика, то очень деликатная, со стилизацией в виде вышивки или в виде аппликации, но очень напоминающие практически музейные образцы. Качественные бархаты, качественные шерсти, тонкие, хлопки, даже неожидные, почему нет, если этот интерьер достаточно облегченная, усадебная классика, классика. Плюс еще использование, конечно, позументов, большим достаточно количеством. Здесь мы можем позволить себе наслаждаться использованием кистей, подхватов, разных тесьмы, шнулов, бахромы и так далее. Давайте дальше. Но опять же, если вы обратите внимание, как бы ни происходил момент декорирования, он всегда абсолютно подстраивается под то существующую ордерную систему, которая уже заложена архитектурой. Вот эти три фотографии, которые вы видели, три коллажа, которые вы видели, они принадлежат дому конца 19-го, начала 20-го века. То есть архитектурная среда уже изначально предполагала использование подобного стиля в интерьере и подобных моделей. Хотя они достаточно упрощены, здесь, правда, здесь нет лабрикенов, хотя в классическом интерьере они могут быть. Но ткани очень настоящие, подлинные, с хорошей допировкой, жаккарды, не имитация жаккарды, принты в очень малых количествах, только если это усадебный дом, где мы можем сказать, что принтованные ткани это как ткани для усадьбы в летний период. И то это ткани могут быть только а-ля в стиле жури. Скажите, дальше. Ну вот, опять же, вот это уже дом, это тоже сделано в таком облегченном классическом стиле, почему? Потому что, если мы понимаем, мы посмотрим на ордер стены, она, это стена, декорировая стена, ограничена только фактически у нас карниз и достаточно хороший декоративный принтус. Вся стальная раскладка идет за счет встроенной мебели, но при этом мотив ткани, который использован, это прежде всего ткани в стиле жуи. А что такое жуи? Это мотивы эпохи эти образцы и мануфактурщики из города Жуи решили принять этот мотив в своих тканях, уже появилась печать, появились набивные ткани и более того, эпоха Ракоко требовала малый фон и иных совсем решений, поэтому ткани с разными постаральными сценками, с букетиками, с пастушками, пастушками, галантами, дамами, разными китайскими сценами или шмазри, так называемые, напечатанные на однотонных тканях в монохромном рисунке в синим, черном, сепе, коричневом или красно-зеленом в очень таких редких случаях это ткани Жуи. Плюс еще, как мы видим, здесь появляются определенные модели штор, такие как номрикен, отделанный позументом бугровой, французская штора, которая может подниматься, активно декорированные подушки и встроенный элементы ткани в данном случае в элементы книжного шкафа. Это не совсем типичный момент для классицизма, но тем не менее вот такая вольная некая стилизация вот эпоха. Дальше. То есть, к чему я все это веду? Я показала вам достаточно такие проекты прошлых лет. Некоторые было гораздо больше, их было очень много. За мою практику это действительно занимало не 50%, а те же 70% практик текстильного декоратора. И здесь можно сделать выводы. Для того, чтобы сделать классический интерьер, во-первых, нам нужен ордер. Ордер, который может уже сформирован быть, то есть, некое отношение карниза, плинтуса, различных молдингов и так далее в приближенном в стиле классических ордеров, таких как дорический, анический или карибский. То есть, мы понимаем, что этот ордер должен быть связан с классическими формами, прежде всего, декорирование архитектуры. И, скорее всего, подобная ордерная система должна быть соответствовать тем домам, в которых это существует. Либо это дом, который построен по этим классическим канонам, либо это дом, который был построен по этим классическим канонам. В современной архитектуре, в современных домах, это всегда, конечно, очень натянутая стилизация, когда абсолютно модернистские стены, коробочка, и дальше встраиваются некие элементы классической архитектуры, так сказать, в ордер стены. Но мы с этим тоже живем и с этим работаем. И как же мы должны тогда с вами следовать? Чему должны следовать? Ну, во-первых, использование максимально приближенных по стилизму тканей. Во-первых, жаккарды с различными вензелями. Вот здесь у меня появился такой известный вам бархат от Дейлайт, где практически в разном модуле существует такая решетка от вензеля. То есть классический орнамент. Никакой новой новомодной графики. Все ткани, которые собираются, либо это флористика стилизованная опять же подвеси, вот в этой чудесной подушке представлено, либо это рисунки на жаккардах, как вот, например, здесь. Я думаю, что Артем, который сидит на нашем эфире, подскажет нашим зрителям, что это за образцы. Ну, во всяком случае, по-моему, здесь есть бирка, я скажу, что это такое. Нет, бирки нет, поэтому нужен Артем. чудесный совершенно жаккард, тертый, посмотрите, с штор, с венделем, очень тонко прорисованным венделем, в виде штор, что тюли должны быть очень тонко сделаны, то есть, это тонковолокнистые, либо хлопок, либо тонковолокнистая шерсть, если это имитация, то с эффектом, ну, естественно, шелковистости, поэтому вот этот тюль, который я собирала в вашу уровне, дейлайт, мне очень подошел с точки зрения стилизма. Никаких, конечно, сеток, никаких грубых фактур, все очень тонко и изящно. Чудесные совершенно вышивки в разных, опять же, но вышивка тоже, она должна быть, иметь некую аналогию с вензелями, с рисунками, которые встроены в систему вензеля, тоже может использоваться в подобных проектах. Но вот здесь вот эти все ткани, это практически типичный подбор текстиля для спальни. И как это можно было бы сделать? Представим себе, что у нас дама, которая пришла нам за классической спальней, у нее есть изголовье с неким современным таким гламурным отливом, и я его обиваю в бархоте от элегансии с люрексовым блеском, дальше у меня идет покрывало. Из каталога джун. А? Из каталога джун. Прекрасно. Каталога джун. Это морисон. Это морисон. Вот, ребята спорят морисон или джун. Нет, джун. Я думаю, что вы прекрасно знаете этот бархот, я его люблю, мне он очень нравится со своим люрексовым эффектом, он создает эффект современности. Как раз мы предполагаем, что эта спальня будет находиться не в особняке или не в доме, в доходном конца 19-го, начала 20-го века, а в простом жилом доме, где будет некая или современная изголовья в бархате, но в спальне классическая. Покрывало будет сделано, опять же, из ткани новой коллекции этого Айко, правильно? Айко. Да, или Айко. Подушки у нас с вами будут вот эти чудесные совершенно с вышивкой. Часть у нас тоже элегансия, часть тоже, по-моему, Айко, да? Здесь ребята подскажут. Шторы из жаккарда розового, вот он. А вот этот бархат, который от элегансии в бензеле, да, вот он, сейчас мы его положим сюда, мы им обобьем с вами кресло, которое будет стоять рядом с шторами жаккардовым. вот он, наше кресло, и на них будут лежать вот подобные бензелевые такие облегченные графические подушки. мне очень захотелось взять подлинные вещи, для того, чтобы показать вам типичную совершенно классическую подборку для современного интерьера. Пазумент. Здесь он присутствует, вот он, маленькие совершенно бомбушечки, такие штучки в подушке, тонкий рулик на второй подушке, и чудесные совершенно кисти от коллекции Daylight, это, по-моему, есть элегансия в таком дивно-сером цвете. Почему он дивно-серый? А не очень подходящий по тону и по цвету беж. Потому что, скорее всего, у нашей дамы будут современные стены, опять же, новомодные, по оттенкам сизо-серый серебристый тон. И какая-то должна быть поддержка все-таки у нас будет организована. Ну вот, если через такую историю, то, конечно, сизо-велик, лиловатый, серый цвет кисти у нас будет здесь оправдан. Принципы те же самые. У нас есть крупный рисунок, у нас есть средний рисунок и есть мелкий рисунок в тканях. Сочетание фактур точно такое же. Гладкий атлас шелка, жаккарт шелковистый с выделкой на графике и бархат кресла. То есть, как раз фактур присутствует. Колористическая гамма, в данном случае, зажава с этой спальней, это очень нежные оттенки пастельных тонов от в родственных цветах, можно сказать так, очень тонко родственных цветах, потому что есть сизо-голубой и сизовато-сиреневатый лиловый. Хотя, может быть, в картинках выглядит не очень видно. Вот есть цвет. А вот тот бархат изначально белый, который это изголовье. То, что изголовье, а не будет совсем всплываться с обоями, если уж изголовье. Нет, обои темнеют. Потом они темнеют. Вот этот темно-серый цвет, темно-серый цвет, сизо-голубыми прожилками. Это из каталога Covers артикул этого цвета 15-й, 15-й дукет. такой сизо-голубовато-серый. Ну и, конечно, естественно, по подобному интерьере разнообразие тканей подразумевается. Почему? Потому что подлинность тканей должна быть. И каждая из этих тканюшек, она самодостаточная и хороша сама по себе. И вот в этом случае они собираются в такой замечательный классический ансамбль. Андрей, переключите дальше, пожалуйста. Но что происходит сейчас? Сейчас существует, пожалуй, три основных тенденции классического интерьера. Первый самое аскетичное, самое сдержанное. Прежде всего, такой архитектурный взгляд на классический интерьер. и сразу вспоминаются слова практически в такие витруи польза, прочность, красота, такие символы классического интерьера, где идет прежде всего, конечно же, акцент на сам ордер интерьера. И ткани встраиваются туда с таким максимально современным эффектом. То есть, с одной стороны классическая архитектура, с другой со стороны современной ткани. Что там может появиться? Там появляется контраст между тонкими шерстяными тканями, такими совершенно роскошными вещами, практически похожими на костюмную ткань. Появляются дорогие роскошные бархаты, то, что мы видим на беременном плане. Контрастный такой эффект сочетания шерсти, роскошного бархата, естественно, натуральной кожи, льны вполне могут быть в этом интерьере. И дорогие фактуры дерева пола и отделки всех мельных групп. То есть архитектура при любом на первичном моменте. При этом выбор с точки зрения цвета очень ограничен. Это, как правило, работа идет на натуральных естественных цветах. И выстраиваются они от естественных цветов от палитры, прежде всего цвета дерева, в данном случае паркета. Кожа, поскольку мы обиваем наши... Андрей, включите следующую картинку, чтобы было понятно, что там есть еще и кожа. Вот. Кожа на группу. Присутствие, конечно, камина, как некой точке очага в интерьере. И вот здесь подбор уже совсем иной. Прежде всего я хочу показать шерсть. Это подлинный интерьер, один из последних моих, он еще не закончен, поэтому только сделано гостинное. Архитектурный проект, там есть архитекторы, и, конечно, основное внимание, прежде всего, архитектуры самого пространства, она защищается очень сдержанными тканями. Вот, например, как что могли бы быть из коллекции ифи. Такая замечательная совершенно атласная ткань, похожая на шерсть. Тюль в этом случае, если в таком стандартном классическом интерьере был бы шелковистый и очень без ярко выдерживания фактуры, то вот здесь, в новомодной тенденции классического интерьера, это уже тонкий лен. Шерсть плюс тонкий лен. И обратите внимание, никаких выпадов с точки зрения каких-то эффектных цветовых сочетаний, все в натуральных оттенках дерева, кожи, то есть оттенки охры, коричневые, айвори, то есть такой естественный цвет сливок там, леных. Он может быть сизо-серый, он может быть опять же в гамме основной шторы, то есть мы с вами двигаемся только в палитре натуральных цветов. Следующее помещение, добавим опять же кожи, сформируем некий визуальный ряд, я показываю это на ла-мадрид на искусственной кожу, но в интерьерах класса высокого это естественно будет натуральное, но вот этот тон, максимально приближенный к естественному цвету. Цвета стен в этом случае достаточно сложные, как вот этот оттенок кофе с молоком, там они посветлее, но я просто делаю подобную некую выкладку здесь у нас с вами. Опять же все очень сдержанно с точки зрения цвета. Бархат это коллекция империал, даже название очень пафосное для подобного. Он может быть темно-синий, черный, очень тугого цвета баклажана, то есть цвет может появиться, но лучше не надо, это слишком, если у вас правильно архитектурный проект. Ну и могут появиться какие-то достаточно интересные смягченные подушки, что там может быть, там подушек сейчас в этом интерьере нет, то что вы видите за экране, но что здесь могло бы появиться. Ну, например, на коже, помимо бархата, у нас могут быть еще вот такие чудесные совершенно подушки, могли бы там быть, от Les Creations, такой искусственный мел. Будут какие? Сейчас покажу, такие они у нас тут будут, они у нас будут, я думаю, что опять же, цвета максимально приближенного к цвету штор. Тут много достаточно цветов, но вот этот, то есть мы выбираем максимально все близкое. следующее помещение, как они могут быть отделаны. Ну, допустим, некая вторая комната, вот там уже может появиться интересная сетка, в данном случае я здесь показываю вам сетку от Ифи, артикул F0557, нужно даже так, там могут появиться в спальне, например, совершенно легко льняные шторы из чудесного льна с хорошими допирующимися качествами, опять же, натурального цвета, своей подлинности, фактор. Вот он. И это у нас, просто смотрю, что там за артикул, артикул здесь нет, ну, во всяком случае, понимаете, что это, здесь, скорее всего, смесовывая есть часть волокна, почему-то, потому что очень потрясающе драпируется, то есть лен с шерстью, лен с вискозой, он прекрасно лежит, опять создаёт какой-то эффект, с одной стороны, натуральный фактор, с другой стороны, он хорошо драпируется. Кабинет может быть сделан из тканей, например, в ёлочку, вполне, такой псевдо-английско-французская некая интерпретация. Вот эти замечательные, совершенно полосатые шторы тоже могут сесть в ту же систему отношений. Естественно, уже никаких подкладок, никакого позумента, никакого лишнего декора. Андрей, приключите на следующую картинку, чтобы можно было взглядеть поближе всю эту выпутку, то, что мы с вами сделали. Максимум декор, это антикварные люстры. Люстры могут быть в стиле арт-деко, то есть немножечко увеличить размер исторический период нашего классицизма. Могут быть фотографии черно-белого, например, современного искусства, то есть подлинность в каждой вещи. Хотя я могу сейчас немножечко утрировать, я показываю искусственный мех при этом, но даже то, что этот искусственный мех, он не имитирует шиншилу, он говорит, что я искусственный, да, но я очень качественный, я хорош сам по себе, приятный сам по себе, новая фунтура, но каждая из этих тканей создаёт свою законченную самоценность. Первая тенденция такой, очень сдержанный минимализм в классических подборках, в классическом декоре. Ордер на первом уровне стоит, то есть архитектура проекта стоит на первом уровне. Всё остальное встраивается в цвет всего существующего набора полов, мрамора, кож и так далее. Вторая грань, второй уровень. Андрей, подключите следующую картину? Второй уровень. Это уже некая стилизация под разные моменты формирования классического стиля, под разные эпохи. И сейчас, пожалуй, самый эффектный это некая лёгкая интерпретация стиля арт-деко. Почему лёгкая? Потому что здесь в данном случае вот в этой визуализации отсутствуют тяжёлые, не так много металла, потому что арт-деко характеризуется большим количеством металла и стекла. Здесь некая идёт грань. Есть орнаментика арт-деко, большое количество орнаментальных уже рисунков, но с другой стороны классические формы превалируют по своему дому, по своему виду. И вот здесь уже работать начинает совершенно другой принцип. Прежде всего графика. Встроенная опять же существующая графика. Обратите внимание, что несмотря на то, что я вам показываю опять современный дом, то все ткани, весь текстиль абсолютно встроен в архитектуру и поддерживает её и развивает её. И вот эта тенденция такого облегчённого стильзонного арт-деко это вторая тема современной сейчас классики. Существуют даже отдельные каталоги, которые посвящены подобной тематике, такое лёгкое арт-деко. Я называю сама для себя. Подобный каталог целый. Существует даже коллекция Айлиф, это контрактная коллекция. И вот здесь... Андрей, включите пару следующих картинок. Наверное, ещё следующую. Почему-то она сейчас отсутствует. Ну и бог с ним. Тогда верните, пожалуйста, на... и тот же разброс фактур. Обязательно графические элементы. Разные элементы ромбы, решётки, такие сложные меандры, которые практически являлись такими достаточно основными орнаментами эпохи арт-деко. Подобные кисти с элементами стекла, очень эффектные, естественно, могут прекрасно дополнить подобный интерьер. Очень сложные оттенки цвета стен. Они непростые, они сложно смешанные. То есть оттенок нельзя сказать, что он просто серый. Он серый, с каким-то глубоким лиловым переливом, очень глубокого интересного тона. И, естественно, если мне нужно арт-деко, если мне нужна графика, то она будет очень сближена. В чём сложность? Потому что орнаментика идёт практически в тиражирование. Практически у нас не встречаются никаких орнаментов в виде вензеля, а у нас идут разные виды решёток. И вот второй блок. Сейчас я вам покажу. Кисть осталась. Она мне понадобится. Опять коллекция у нас... Артём, подскажите. Это Айка. Айка, опять же. Вот здесь уже шелковистые тюли. Как мы говорили в первый момент, в первую классическую подборку. Опять это Ифи. Иф-04-33. И далее у нас формируется... Англия. Переключите на следующую картинку, потому что было видно, что я буду делать. Вот такой интерьер собирается. коллекция... Ну, это в мебелье. Вот ещё коллекция Айка. Практически всё можно использовать в полной мере. Но здесь есть ещё всё-таки некий такой рисунок ещё флористический. Нам нужны, если мы работаем на современные тенденции формирования классики новомодной сейчас, пожалуй, только графические элементы. Здесь они есть. Это крупная решётка. Вот она. В качестве штор, например. Естественно, тонкого шелковистого тюля. Разные элементы подушек в мелкой графике. Так. Если мебель, то обязательно у нас в вами будет бархат. И бархат в очень таких... Опять же, сдержанных цветовых сочетаниях. И здесь у меня коллекция опять от Трафл. и цвет черничного смузи. Один цвет. Следующая у меня идёт коллекция опять империал. То есть максимально гладкие, шелковистые оттенки бархата. Цвети очень сближенной с колористической палитрой основных цветов. Это сильвер. Цвет. Вот. Вот так. В принципе, мы можем оставить эти графические элементы по-разному. А это могут быть и подушки. Это могут быть римские шторы, как графический средняя сетка. Почему? Потому что шторами, в принципе, у нас могут быть вообще однотонны. Вот такие, например, шторы. Это коллекция у нас с вами и диамант в колорбуке. И у нас есть с вами несколько вариантов подобного решения. Здесь чудесная, совершенно мелкая графика, практически микроскопический меандр, который тоже сюда хорошо очень садится. Посмотрите, я здесь не использую никакого феллистического рисунка. Здесь только решётка крупная, решётка средняя, решёточка микроскопическая, маленькая, стилизация под меандр. Шторы могут быть очень интересные, хорошо драпирующиеся фактуры различных атласов. Это элеганция Бениса. Вот она. Или с мелкофактурными вставками каталог Ави. Вот он. Или, всё, опять же, Ави, но совершенно другой уже паттерн Алифакс. Кюртен. С тем же самым тонким тюлем шелковистым. Такая глянцевость идёт повсеместно. Пазумин тут может быть, но это уже не кисточки, не бахромушечки, а тесьма. И тесьма, как правило, того же решётчатого вида. Сейчас мы её найдём. Максимум только отделка может быть какой-то рулик. И я беру из всех возможных вариантов это каталог Лайфстайль Концепт. Вот такое замечательное, совершенно широкое тесьмо, которое может быть на подушках, может быть отторочено на шторе или на ламбрикене, потому что естественный классический интерьер может позволить себе использование и интерьеров ламбрикенов в том числе. Тем более, если у вас ещё позволяет эта пропорция самой архитектуры. Вот они. Тоже без какого-либо случайного цвета всё идёт по принципу замеса в одной без очень ярких отличий. В данном случае голубые, это могут быть оттенки и сливочные, и серые. И последняя колюшка, которую я беру, мне просто нужна была ещё здесь ещё одно графический элемент, когда мы можем добавить дальше. Полоски вполне могут быть. И в данном случае это люцено, да, и мне нужен цвет, опять же, подходящий по ту подборку, которую я здесь создала. Мне понравилась в этом случае вот здесь вот такая сизо-серая золотистая полоска, которая тоже может быть где-то в мебели появится в этом интерьере. В стульях, например, или в маленьких креслах. И это у нас паттерн Велесу, цвет пятый. Вот. Чем классический интерьер отличается из современного? Он очень сложный, его нужно очень долго им заниматься, подбирать фактуры, подбирать рисунки, без каких-то выпадов из странных графических элементов. То есть каждый орнамент должен чем-то напоминать графические истории и орнаменты технику. Ну, в данном случае в принципе в ар-деко может попасть и вот эта кисть вот здесь немножечко добавить цвета. Такой же поиграть слегка, слегка. И что я хотела сюда еще вложить? Я сюда хотела еще вложить, я забыла, что. Ну и ладно. Ладно. А! Если появляется рисунок, вот я вспомню дочку, если появляется рисунок, то это ордеко, что мы вспоминаем про ордеко, это болотца или ирисы. И он может быть не в главном пространстве, это может быть где-нибудь ванная комната или бодуарная комната. И вот этот чудесный совершенно ирис, скорее всего, опять оттайка, правильно? Вот. В той же колористической палитре он может быть как рисунок. Никаких букетиков с ромашками, с розочками там нет. А вот такой вот настоящий ирис стилистики модерна. Сложная. Пожалуй, одна из сложнейших сейчас тенденций при работе с классическим интерьером. Ну и последняя. Давайте включим следующую картинку. Я ее называю гипердекоративность. Когда ордер сохранен, если вы внимательно посмотрите на этот коллаж, то все эти картинки, они все существуют в классических интерьерных ордерных пространствах. Это интерьер Триша Гилд, это дизайнер, имеющий свой собственный бренд, и она практически является таким воплотителем вот этого стиля, который хорош тем, что он облегчает дворцовость некоторую и дает нам возможность декораторам работать максимально конечно декоративно, с цветом, с фактурами, и творить практически разнообразие тел, такой авторский подход, авторский цветной подход к существованию бытия, при этом создавать такие подлинные интересные пространства. Андрей, включите пожалуйста еще картинку, попробуем сделать подобный интерьер. И моя последняя выкладка, сейчас я принесу. самое интересное, что модели в что из очень некачественных тканей классический интерьер не создадут. Это будет безобразие, что такое, но это знаете, поэтому лучше не использовать, то есть помните, как была популярна в 80-х годах, большое количество моделей типа сваги и так далее. При этом ткани были невероятно совершенно синтетически дешевые. и конечно смотрелось очень невыразительно. Анна, правильно я понимаю, что при создании классического интерьера не обязательно применение классических тканей с классическими бензелями, бозонами, различные классические цвета и так далее. То есть можно в принципе прибегнуть к помощи вот этих тканей однотонных, каких-то более современных. Я же показала первую подборку, которая сейчас, шерсти, льны, именно так. Но они должны по цвету совпадать с натуральными оттенками. Это как одна из тенденций сейчас. Но с другой стороны, последнее это гипердекоративность. То есть если ты берешься уже создавать цветовую волну, вот там должно быть конечно замес. Но при этом две важные вещи. Ордер должен быть соблюден. То есть архитектурное решение изначально пластика стены, проще говоря, пластика пространства. Это важно, потому что интерьер можно было назвать классическим. А с другой стороны, каждый из элементов он должен все-таки иметь какую-то самоценность. тогда этот интерьер можно назвать классический. Поэтому не случайно даже в первой моей подборке, которую я вам показывала, вот такие вещи с очень тонким расшивкой шнуром, например, плюс еще некая имитация, да, вот здесь, или фактура, которая своей подлинностью уже нравится сама по себе. Вот в чем суть. То есть либо подлинность тканей, как вещи самодостаточные, плюс еще ордер пространства. Тогда это можно сказать под классический интерьер. Все остальное это другое. Об этом мы будем говорить на следующем занятии. А на следующей теме, которая будет посвящена именно современному интерьеру во всех его проявлениях. И назвать, есть ли это дешевая ткань, есть ли это, ну, допустим, не вензель, что это такое, как, чему это отнести. Это вот к той теме другое. А мы говорим сейчас о классике. Поэтому еще раз повторяю, подлинные вещи, каждая вещь уникальна по своей какой-то вот самодостаточности, самозначимости, хотя это не шелк, вот сейчас, вот здесь, это смесовая ткань. По стилизму она дает некую имитацию, либо не имеет никакой имитации, то есть как шерсти, шелки, шелка, бархаты, кожа, развитие, палитры от подлинных пород дерева или камней, либо это гипердекоративность. И вот это самое сложное. Почему? Потому что здесь подбор идет на очень интересной теме. То есть это такой авторский некий подход. Сейчас я выложу эту картинку. от чего, в принципе, можно создавать подобный интерьер. Конечно, на тот набор, коллекцию тканей, которые у вас есть, в вашем наличии, ткани должны иметь интересную историю. То есть вот не очень... Я думаю, что если я вам покажу сейчас эту ткань, которую я буду использовать, у вас не возникнет вопросов, почему она в гипердекоративность в мою тему появилась. Во-первых, конечно, есть некая классическая орнаментика. Это раз, это вензель, который можно отнести к венецианскому какому-то периоду, более раннего, до эпохи Возрождения. И при неких сочетаниях к какому-то восточной эстетике и к векторианскому стилю, к кому угодно. Почему это стилизация? Но она достаточно декоративная, поэтому первое она прошла. А? Соблюдено. Соблюдено. Активный цвет стен. Очень сложное использование на решении цветового пространства. Поэтому вот эти две картонки, которые имитируют цветовую среду, в которой это все будет происходить, они у меня здесь модный такой, очень сложный, сливовый, скорее всего, вареная слива цвет. Холодный, зеленый. рядом. Вот так мы их положим. При этом я предлагаю не бояться в таких гипер артистических декоративных стенах попробовать обивать стены. и в данном случае у меня будет обивка стен из хлопка коллекции элеганси flower art. Вот он. Теперь вы понимаете, откуда появились эти цвета, потому что это стены пространства. Само пространство. Вот они. Это уже у меня появляется, конечно, мебель. Тогда это диваны. Вот он, сочетание стены, пространства и очень активный диван. бархатты. Куда же без них? Как это помните? в классическом приедем? Ну, а как же? бархатты без... А, вот они. У меня отдельные образцы. Тяжело. Теперь уже можно понять, почему появился вот такой цвет. Во-первых, это компаньон по цвету как он называется? Дополнительный цвет к основному цвету дивана. Такой рыжеватый. Родственный цвет с оттенками бордой лиловатыми. То есть, опять же, каждая ткануха, она сама по себе эффектна и по цвету, и по фактуре, и по тактильному ощущению. Это все мебельная группа. Подушки. Графика. Чудесно совершенно подходит к этой композиции. И еще одна вот подобная подушка, найденная на просторах шоу-рума Daylight. В данном случае уже какие-то некие цветы, которые по большому счету они не классические. Это некая современная стилизация. Но в контексте всего пространства они добавляют самоценности предмет. Такое получается несколько... Я его называю интерьер в стиле Нуреева. Можно назвать грубее. Мещанские несколько интерьеров. Можно назвать более артистические, например. И сюда мне хочется добавить шторы и какой же будет тюль. Поскольку мы говорим о классическом интерьере. Опять же поданность ткани. Вот замечательный совершенно атлас. Скорее всего тоже что-то из элегансии. Такого сложного синеватого типа. Он в цветах меняет свой... При различном освещении меняет свой цвет. У него есть и сложные серневатые отливы, есть оценки беж и оценки серости. То есть он очень-очень сложный при разном освещении. Тюль к нему подбирается из нового каталога Май от Дейлайт. И здесь тоже смотрится по принципу особого подхода гипер декоративности. И вот здесь мне уже нравится сетка. Вот эта чудесная совершенно сетка, которая будет добавлять какого-то подлинного интерьера в стиле 30-х, 20-х годов. Такого несколько эффекта эпохи Неппа. Поэтому здесь появляется сетка. Смотрите, как она прекрасно смотрится в этом интерьере с зелеными, то есть у нас есть бордовые оттенки, переходящие в зеленые. Вот она. И где наша кисть? Вот она. Ну, здесь можно уже, конечно, какие-то гипер декоративные вещи. Вот сюда. Тоже с оттенками серневато-беж цвета. Вот такая эффектная декоративность. Декоративная подборка с буйством цвета, с буйством приятных, уникальных. Каждая из этих тканей самодостаточная и интересная в тенденции классического стиля гипердекоративности. Как еще раз условно это можно назвать. Итак, подведем итог. Для того, чтобы интерьер можно было назвать классическим, он должен быть сделан в классическом ордере архитектуры. Это раз. То есть сам объект, сам дом должен быть построен по классическим принципам. Что это такое? Это определенная модульная система, соразмерности, формы и так далее. В соответствии ордера, тем же классическим, таким же как иторический или ионический, какие хотите, более спокойно тосканский, но это некая система, в которой вы работаете. с другой стороны, каждая из этих тканей должна быть самоценна, то есть она вызывает очень интересные, приятные эмоции. Это не просто проходящие тканюхи. И у нас с вами есть три основных сейчас наиболее актуальных тенденции. С одной стороны, самый аскетичный, сдержанный, архитектурный, будем так говорить, классический интерьер, где ткани разрабатываются от палитр натуральных материалов камня и мрамора, камня или дерева, кожи, то есть вот эта палитра охра, коричневая, черная, абсолютно натуральные краски. И ткани подобраны, опять же, каждая достаточно по себе уникальна, те же шерсти, бархаты, льны и хлопки, но в рамках палитры камней и дерева. Вторая тенденция это легкое ардеко, как я его называю, облегченное ардеко. ардеко в том, что там присутствует большое количество различных графических элементов. Решетки, меандры, повторы, части меандров, ритм точно такой же, крупный, средний, мелкий, опять бархат, опять шелковистые ткани на окнах с очень хорошо драпирующими всеми качествами, они могут быть однотонными, с какой-то легкой выработкой, и опять ткани и весь текстиль встраивается в ордер, то есть ордер у нас обязательное участие во всех классических интерьерах. И третья тенденция гипердекоративность, когда мы можем опять ордерную систему членения пространства, членения стены, красить уже более яркие цвета, обивать стены эффектными рисунками такого ситчика, это практически будет некая такая историческая интерпретация, если для нашего стиля, русского стиля в начале 20 века, такой русский модель, можно так сказать, но ткани все очень опять же интересны, если бархаты могут быть очень эффектных цветовых сочетаний, но с приятной, тактильной, правильной, классической борсом, графика, крупный, средний, мелкий, могут быть использоваться бензеля, и уже стилизованные рисунки флористические вполне тоже могут быть. На следующем нашем с вами занятии мы будем говорить о современном интерьере, о особенностях и о тех модных тенденциях, которые сейчас являются наиболее рабочими. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok